Здравствуйте, дорогие друзья! Такой вот необычный выпуск, необычная обстановка. Как всегда, я нахожусь где-то, блин, в поездках, а не дома. Поэтому придется с вами быстро поговорить на тему нарциссизма и полярного расстройства и эндокринных причин, связанных с этими расстройствами. Причина первая, самая центральная. Мы ее обсудим сперва. В общем, в чем суть? Когда у нас происходит нарциссистическое формирование нарциссистического расстройства или когда у нас происходит формирование биполярного расстройства? Это происходит от перепадов гормонов. Гормонов, которые ответственны за эмоции. Сейчас выше мы их обсудим. Для нас что главное фиксировать в голове? Когда идет фаза мани, гипо-мани, на этом фоне мозг пытается объяснить себе, почему, почему, да, происходят эти скачки настроения, скачки, соответственно, эмоции и так далее. И тут у нас появляется, соответственно, очень хорошее объяснение в лице каких-либо людей, которые, конечно же, могут вызывать еще большее возбуждение. На фоне повышенного возбуждения, если человек находится в состоянии мании, да, он может испытывать какой-то прилив сил, и ему будет казаться, что он лучше этих людей, да, как в случае с нарциссизмом. Это я очень ультрирую, опять же, чтобы вам было понятно. Каждый индивид будет по-своему это воспринимать. У кого-то это будет как в сторону биполярного расстройства, да, без сильной фиксации к каким-либо обстоятельствам. У кого-то будет фиксация к обстоятельствам на фоне подъема его настроения. И тогда это будет больше отражаться на его самооценке. Опять же, читайте DSM, там все описано, что биполярное расстройство личности не исключает развитие нарциссистического расстройства личности. То есть они еще могут идти вместе. Это два расстройства личности. Но это коротко. Если хотите, чтобы я объяснил, почему биполярное расстройство и мотостояние мании, гипомании так связаны с нарциссизмом, смотрите мои старые видеоролики и, конечно же, конечно же, пишите мне, мы можем развить эту тему. Сегодня для нас интересны эндокринные процессы. И смотрите, почему я постоянно рассказываю о кишечнике. Кишечники, помимо всего прочего, это гормонотворяющего рода. Там вырабатывается серотомин. Серотомин – это гормон, который психоактивный. Обладает эффектом седации. Также, соответственно, у нас есть дофамин. И, соответственно, они находятся между собой как гормоны антагонисты. Дофамин, наоборот, возбуждающий эффект. Да, обладает. И связанная с ним мотивация, фиксация, может быть, какой-то идеи, чтобы к ней идти более целенаправленно. Но если с этим переборщить, да, то получится, что эффект будет обратным. Также с высоким состоянием дофамина ассоциировано на шизофрении. Вот. И, соответственно, с высоким состоянием дофамина ассоциировано падение. Ну, не просто ассоциировано, доказано. Пожалуйста, препарат Кобергарин на этом основан. То есть, когда мы активированы рецепторы дофамина, у нас, получается, падает пролактин. И, наоборот, серотонин, если у нас повышается, у нас пролактин тоже повышается. Пролактин – психоактивный гормон, который может выдавать депрессивные состояния, плаксивость. Ну, и вообще такие вот не самые лучшие психоэмоциональные скачки. И, соответственно, что хотелось вам сказать на фоне колебаний дофамина и серотонина. Допустим, у вас появилось в кишечнике воспаление. Вы не сдавали хромоспектрометрию по оси. У вас растет количество патогенной биоты в кишечнике. Вспомните, может быть, вы знаете нарциссов или биполярщиков, у которых есть расстройство кишечника. Потому что среди моих таких пациентов очень много. И, соответственно, все это ведет к таким вот изменениям гормональным, да? Если коротко. Опять же, хотите длинно, напишите в комментариях. Будем развивать эту тему. Появилось расстройство кишечника, чуть позже появится расстройство и психики. И, соответственно, таким образом получается, что вот эта вот дофамина, серотониновая система может просто страдать из бактерий, которые у вас живут в кишечнике. Вот вам бактериальная теория, вот вам эндокринная теория и вот вам смесь психологии. Теперь резюмирую то, что задумайтесь, как в организме все взаимосвязано. Как в нашем организме все должно складываться, как по кирпичикам одно за другим. И когда вы выдергиваете, да, как в карточном домике, да, или вот в этой игре есть еще китайская, напишите мне, где вы кирпичик снизу, если вытащить неаккуратно, резко дернуть, падает весь дом. Падает вся конструкция, весь фундамент рушится, все разрушается. Также и здесь нельзя изучать психологию отдельно от эндокринной системы, нельзя изучать эндокринную систему в отрыве от психологии, нельзя изучать, соответственно, эндокринологию в отрыве от других медицинских наук, в том числе гастроэнтерологии, иммунологии и так далее и тому подобное. Мы должны воспринимать организм как единое целое и подходить к его лечению как к единой целостной системе, которая должна прийти в баланс. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok